Она поет душой. 27 лет проработала в ресторанах и 8 диктором на телевидении. Многогранная, не жалеет ни о чем и благодарна счастливым случаям. Ведущая праздника сегодня – призвание или хобби? Присуще ли волнение перед публикой? Сегодня своим «Я» поделится Нургуль Байтокина. С аплодисментов начинаем сегодняшнюю программу. Нургуль, добрый вечер. Здравствуйте. 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 Добрый вечер. Сразу же позвольте получить разрешение. Можно ли на «ты»? Обязательно на «ты». Можно на «ты». Ну, зрителям сразу же доведем. И все прекрасно вы вспомнили. Это наша некогда ведущая новостей на казахском языке Нургуль Байтокина. Сегодня обновь аплодисменты из «Я» в студии. А сегодня ты еще ведущая праздника. Да. Вот так вот в жизни получилось, что, несмотря честно, несмотря на то, что очень любила телевидение, до сих пор люблю, обожаю. Любила свою работу вот здесь, вот именно на Ирбисе. Ну, вот так вот получилось, что нашла сейчас вот себя. Ну, можешь смело сказать, что нашла. Да, нашла себя вот именно ведущая. А вот работа на телевидении в кадре, и вот даже сейчас ты напротив меня волнуешься? Очень. Я скажу так, даже когда я пела, допустим, то есть я в ресторанах пела там, и каждый раз, даже сейчас, готовясь на мероприятие, я каждый раз волнуюсь. Вот пока она не начнется, пока я сама себя уже вот прям вот ощущение, чтобы не появилось, вот когда вот все, можно расслабиться. Но это нормальное ведь явление? Я считаю, что это нормально. Ну, ведь великая Алла Пугачева в свое время сказала, если вдруг будешь выходить на сцену и не волноваться, можешь идти из профессии. Ну, я с этим согласна, потому что, мне кажется, да, даже на новостях я каждый раз волновалась. Наверное, об этом никто не знал, сейчас открою такой секрет. У меня прям вот ноги дрожали абсолютно каждый раз. Ну, а по лицу это ничего не видно? Нет, конечно. Как мы начинали новости, напомни? Кайлыкеш эфирде Ирбистелярнастын жаналыстары студияда Нургульбайтовки. Екбастузық окушу ұлттық бірінгай тестылеуде ең жоғарғы көрсеткішке қол жеткізді. Бабадарды жастар арасында болған төбелес, қайғылы аяқталды. Жанжалға қатысқандардың бірі шақ жарақат салдарына сол жерде көз жұмған. Калыға арзан сүттің қажет жоқ. Паграничник елді мекелінің тұрғындары осындай байламаға келі ботыр. Ефремов каулдығы күргі әкімімен екі мектеп директорын жұмыстан босату керек. Не забыла, один в один. Здорово, аплодисменты от зрителей, действительно, специалисты, профессионалы своего дела. Биография. Нургуль, стать артисткой была мечта все-таки твоей мамы. Но твоей бабушке с дедушкой, то есть ее родители не отпустили почему-то. И все это реализовала ты. Уточню, не артисткой, а певицей, скорее всего. У меня мама поет. То есть как бы, ну да, с детства, наверное, пела. И когда она хотела стать певицей, бабушка с дедушкой сказали нет. То есть как бы это не та профессия, которой нужна девушке. То есть это же такое вот понятие там допустим. Ну тем более Актугайский район, деревня, да? Деревня. Какая из тебя певица? Клуб, да? Ну об этом же, наверное, была речь. Ну да, вот. Выйди замуж, роди детей. Естественно. Вот, наверное, вот программа у нее поставленная была такая, что выйди замуж, родить детей. И, соответственно, я не думаю, что она об этом жалеет. Потому что все-таки мне получилось стать певицей. И училась я, допустим, в Алмате. Поступила в Американскую студию эстрадного искусства по классу эстрадный вокал. Училась у замечательного преподавателя, замечательного человека. Это Лаки Константинович Кисуглу. Ну вот его фотографии, великий человек, однородный артист, между прочим. Да, 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 да. И просто вот хороший человек, я могу определенно сказать. Я думаю, что все мои однокурсники, все, кто у него учились, все согласят с этим. И вот получилось так, что я отучилась в студии. И благодаря ему, да, то есть дал он, как преподаватель? Ну, много. Или ты уже готовая пришла? Ну-ка, нечего меня учить, мне диплом нужен, да? Нет, 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 абсолютно нет. Мы все как приходим туда, знаешь, как цыплятки такие. А потом уже из нас там делают сценическую речь, нам учат. То есть преподают сценическую речь. Речь актерское мастерство и так далее. И многое сейчас, то, что вот где-то я не показываю, допустим. Вот то же самое ты сейчас сказал, что по лицу-то не видно, что ты там волнуешься. Знаешь, это все, наверное, вот благодаря этому. Благодаря этому. Ну, хорошо, ты говоришь про Алматы, это здорово. Но вот давай немножко вернемся до Алматы. Во-первых, у тебя попытка была поступить в музыкальное училище в городе Повадарь. Вот ты, Актугайская, приехала сюда. И ни черта-то не получилось. Знаешь, это было вообще, то есть это, честно говоря, это был прям вот спонтанный порыв, так скажем. Надо было школу 8 классов закончить и куда-то уйти. Это как обычно, я думаю, что никто не удивится, если бывают такие ситуации, когда вот хочется школу быстрее закончить и свалить куда-нибудь. И вот когда я закончила 8 классов в деревне, захотелось какой-то свободы, захотелось стать студенткой, то есть, допустим, как-то вот себя вне дома так, вне стен дома почувствовать. И, соответственно, я приехала в Повадар, поступать сюда, здесь же, в музыкальный колледж. Я тогда еще немножечко играла на Домбре. И получилось так, что я не прошла по конкурсу, то есть сдала экзамены, народное отделение, все. Поплакала, нет, хоть немного? Ты знаешь, вообще нет. Ну куда дальше? Ну, затем, как я уже сказала, мне вообще не хотелось в деревню возвращаться, и я дальше продолжила учебу уже здесь, в Кинжиколе, закончила школу. И потом уже Алматы, потому что там, где надо полное образование, да, не 8-летки. Вот прям вот, да, реально вот уже, раз я уже пела с детства, потом подумала, вот... Буду-ка я, пожалуй, петь, да? Я лучше буду петь, чем... Пока не разучилась на Домбре. Вот правда, сейчас по сей день не умею ни на каком инструменте играть. Разучилась? Ну, честно, сто лет не держала Домбру в руках. Ну, у нас все, к сожалению, в студии, сейчас мы с тобой, может быть, и вспомнили. И все, вот разучилась, и там вот дальше вот то, что мы попали к хорошему, великому преподавателю. Да, 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 преподавателю, да. Там были замечательные преподаватели. А, папа, он ведь огромную ключевую роль и самые теплые воспоминания, я ничего не имею против мамы, это 100%, да, сыграл в твоей жизни, но ведь он тебя со спокойной душой, он настолько тебя любил, да? Нет, 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 Тим, это было, ты знаешь, даже вот после восьмого класса, я думаю, что он скрипя сердцем отпускал меня сюда, в Павлодар, да, и, конечно же, здесь, когда я училась уже в совхозтехникуме, там родственники наши, там... Папу же рядом нет, да, в принципе? Нет, у родителей, они в деревне, а здесь у меня вот мои самые близкие, я прямо им, вот я могу сказать, что это мои вторые родители, это вот тетя с дядей, вот, я у них училась, жила. И когда я, соответственно, приехав в деревню к себе, папе говорю, пап, я поеду поступать в Алма-Ату, где-то я вычитала вот это вот объявление, что вот республиканская студия, странное искусство, все такое, и вот я приехала и говорю, пап, я буду поступать, и он так, жай, со спокойным сердцем отпустил. И для меня это было так удивительно, что он тут, скрипя сердцем, отпускал меня в Павлодар. А здесь? На все четыре стороны? А здесь просто, да, иди, лети, там, знаешь, вот такого плана. Ну и вот я расскажу зрителям, да, эти, твою же цитату из жизни, да, поехала на Нургуль и поступила, возвращается в Актугай. Интересная вообще жизнь, да, в то время ведь покорять хотелось, да? Сегодня вот как-то, может быть, высших школ достаточно, вот родился, тут же отучился, тут же женился. Ну, не каждый вот так вот изначально едет покорять что-то или получать образование. Вот по-другому немного сегодня, а вот ты поехала в Алматы, приехала, и вот тот папа, который в Алматы к тебе как раз-таки со спокойным сердцем отпустил и говорит, «Доча, я тебя не для этого отпускал, я думал, ты не поступишь, а ты поступила». Это точно, вот знаешь, вот я, как бы вот когда мы с тобой при беседе, я тебе говорила об этом, знаешь, это было удивительно. У меня даже, у мамы был шок, что он спокойно меня отпускает, а когда я приехала, соответственно, поступила и приехала, и ему об этом заявила, у него было, Тим, не поверишь, у него было лицо, он вот так вот сидит и говорит, «Чего? Я же тебя не для этого отпускал». Я думала, ты поедешь, не поступишь и приедешь. То есть как бы вот так вот, что он надеялся на то, что Алматы меня не примет, понимаете? А теперь дочь улетела, да, улетит и на какое-то время ведь. Да, да, да. А ты чувствовала вот необходимость в родителях, когда обучалась или погрузилась полностью уже в процесс? Ну, я как-то к этому всегда спокойно относилась. И родители как бы, наверное, у нас была такая вот внутренняя связь, то есть, допустим, такая, что мы вот и вдалеке могли друг с другом там, тогда помнишь, еще не смотрели ничего, то есть абсолютно, я где-то там в Алма-Ате там звонили. Переговоры заказать надо было, да. Переговоры заказывать, да. То есть для нас это было так, это легко, легко мы переносили это. Ставила цель, что если учиться, то учиться уже вот, ну, все взять от образования. Или вот вершки похватали, я же с детства петь умею. Ну, как бы, знаешь, сейчас не могу сказать, о чем я тогда думала. Наверное, в первую очередь, вот как-то вот мысли о том, что я вот буду прям вот петь на сцене, честно вот не было. Я думала вот... Ну, отучиться надо. Отучиться надо. А там ли что? Как бы вот дальнейших планов я для себя... А парни ухлестывали? Были там на курсах? Ну, естественно. Любой? Знаешь, я была в потоке в нашем, самая маленькая. То есть мне было... Я когда уехала, мне было 16 лет, и 17 лет мне уже исполнилось там. То есть как бы в декабре, то есть я в сентябре приехала, мне в декабре исполнилось 17 лет. И как-то ко мне относились не то, что вот ухлестывали там, как-то, наверное, более уважительно. То есть сестренка вот так вот воспринимали. С сестренкой я отучилась, влюблялась, рыдала в подушку, а я для всех сестренка, да? Вот, ну вот как-то вот так вот. У нас, ну, такие парни взрослые у нас учились, и... Ну, любовь-то, конечно, была. Ну, студенческие годы, как они и у всех, есть что вспомнить, да? Конечно. Еще, причем, когда живешь в общаге. Это вообще-то самые веселые годы, самые суперские. А алкоголь ты там попробовал вообще? Выпиваешь, бывает? Ну, знаешь, если я скажу нет, наверное, просто люди удивятся, что в моем возрасте, можно сказать, нет, я не пью. Ну, конечно, выпиваем. А в студенческие годы? Да. Жизнь попробовала там, в общаге? То есть, если ты какую-то жизнь... Ну, гулянки, не знаю, студенческие какие-то сборки, не знаю. То есть, свободу жизни. Да, там, я не знаю, макароны в кастрюле или что-то такое. Естественно, мы даже просто лук жарили, для нас это была еда. И было вкусно. Конечно. Мы просто студенты, то есть у нас корпус учебный от общежития был очень далеко. И мы, соответственно, по пути могли заехать на центральный рынок. Соответственно, студенты вечно голодные. И мы вот просто, проходя по рядам рынка... Урвали что-нибудь. Просто наедались и спокойно в общагу возвращались. И какие-то потом, да, сытые, сытые пришли. Я думаю, что ни для кого это не секрет. Да, даже. А эти родители, ты говоришь, что внутренняя связь и уже такой необходимости. Хоть папа там шок испытал, говорят, что я тебя отпустил, думаю, ну съезди, вернешься, вон, с переломанным крылом и останешься в округе, да? Мама, замечательный, великий человек, дай бог ей здоровья. Поешь к маме? Бывает такое? Тем более, я сама обожала родители, ее карьеру ей загубили на корню. А если вдруг, то какую? Ну, в принципе, есть такой небольшой как бы секрет. Не совсем-то ей обломили крылышки-то родители. Потому что у нас в Ахтугаев, именно в Чикалово, был такой замечательный ансамбль народный. Прямо у них было звание в свое время народное, и она там пела. И даже, я помню, по детству показывали их даже. О, ну это для того времени вообще было событие величайшее. Конечно. Черно-белый телевизор, сидим все вечером за столом. Братишка у меня тогда маленький еще. И как в том мультике. Вашу маму и тут, и там показывают, понимаешь? И вот он, я помню, он маленький еще совсем, и он так раз на маму смотрит. Она тут сидит, чай наливает. И тут по телевизору ее показывают. И он такой раз побежал там за телевизором, что-то смотрел. Это было смешно, конечно. Ну, здорово, здорово. Так вот маме сегодня, на 100% сейчас возле телевизора, посвятим какую-нибудь песню? С удовольствием. Мама для меня человек, который, наверное, это мой первый помощник в жизни. Папа этому учитель. Вот реально, вот сейчас папы нет столько лет, и вот когда говорят, что время лечит. Нет, оно не лечит. Оно просто притупляет, наверное, ту боль. И когда вот ты видишь, соответственно, сейчас очень много работаю на мероприятиях, когда родители там, особенно мне нравятся такие мероприятия, где золотая свадьба там, знаешь, пусть даже серебряная там. И вот когда я вижу маму, папы рядом, и для меня это волнительные моменты, и я прям вот просто с умилением на это все смотрю, и вообще. И папа, конечно, мне не нравится. Потому что, я, наверное, не ошибусь, если я скажу, что папа тот первый человек, который воспринял меня как диктора телевидения тогда вот. То есть мы не ведущие новостей были, а именно дикторы. Я уже тебе как-то рассказывала, что я начинала с Дидара. Помнишь это? С нашего областного телевидения. Да, да, областное телевидение. Печатный текст, самостоятельный набор, да? Да, да. Микрофон вот такой вот. Машинистки были, да, которые печатали тексты. Микрофоны, топотопные на столах у нас были. И такие большие-большие. Я не знаю, как эти камеры называются. Вот такие вот большие, такие камеры. Студия такая огромная. Вот когда первый раз я попала, кстати, нужно, наверное, подчеркнуть, что благодаря... Вообще на телевидение я попала случайно. Вообще вот. Ни сном, ни духом, честно говоря. Как случилось? Дух-то где-то все-таки твой поприсутствовал. Да, я сейчас немножко отвлекусь. К маме вернемся. Знаешь, я когда отучилась и приехала, я устроилась на работу здесь, в театре Аймутово. Только тогда открылся, по-моему. Такие вот сейчас вот, которые мэтры у нас вот работают в театре. Вот я с ними работаю. Я прям довольна этим, конечно. Потому что благодаря... Мы сейчас, по сей день встречаемся, мы, соответственно, любим друг друга, уважаемые, все такое. Вот. И проработав там некоторое время, чисто случайно проходила... Когда еще Павлова улица. После седьмого канала. Когда он еще... Просто коммерческий канал, объявления там были, музыкальная открытка вот была. И вот, соответственно, я зашла просто у них спросить. Я говорю, а вам некоторые не нужны? Ну, абсолютно тем... Я тут в Алматы отучиваюсь. В театре работаю. Ну, как бы вот, понимаешь, вот думаю, ну, зайду просто... Ну, без такой вот цели, да, что мне нужна... Абсолютно, я проходила там мимо. Работа, и я такая хорошая, вот... Абсолютно тем. Я... У меня там просто рядом подруга жила. Я, скажем, шла от нее и думаю, ну, как... Зайду во вдруг, да? Да. Я вот захожу, и, соответственно, у них там нужна была ведущая на музыкальную открытку. То есть на Каласском языке. Мне говорят, ну, давайте попробуем. Ну, тогда заказов на Каласском было очень-очень мало. Ну, я в неделю, может быть, раз-два выходила. И вот тогда вот успела, наверное, меня заметить. Я очень ей благодарна. Это Галёва Спавловна Полтабаева. И вот она вот меня пригласила уже на областной телевидении. Уже там через дорожку перебежала, да, немножко вокруг? Да-да-да. Она сказала, спасибо, седьмой канал, вы очень хорошие, но два раза в неделю мне мало. Вот, ну... Вести музыкальную открытку. И пошла ты новости же читать? Да. Ну, практику прошла, конечно. Я, конечно, смотрела, как все это, эту всю кухню, так скажем. И... Научили, да, тогда быть диктором? Ведь дикторы, уважаемые зрители, вы это прекрасно понимаете, особенно старшее поколение. Ведущий – это тот, кто может сегодня и приподнять руку, читая новости, да, и чуть ли не ногу. А диктор – это диктор. Это никакого телесуфлера, помощника. Это... Абсолютно. Требования были? Ой, я даже не помню. Но тогда у нас была... Безэмоциональность же больше, да, была для диктора? Так, поздоровались и больше вот, ну, вычитываем тот текст. Ну, да. Соответственно... Без продыханий, без лишнего текста. Соответственно, там, отрываешь голову от текста. Это же не как сейчас там, суфлер там и все такое. А вот именно вот вникаешь в текст и преподносишь это. Тогда, по-моему, по всей области это телевидение было. Транслировалось, так сказать. Ну, нравилось, да? Мне очень сразу понравилось. Это прямые эфиры? Прямые были, да. А потом уже я каким-то образом попала на Иркаси. Ну, это был счастливый случай? Конечно. Опять же так, это был очень счастливый случай. Вообще, вот, игрой на телевидении попадалось вообще чисто случайно. То есть, опять же, как вот обычно сейчас любят говорить, да, там, кто-то протолкнул, кто-то там по знакомству там и так далее. Нет. Я вот сейчас проматывая в голове, я все время думаю, вот, в моей жизни очень много присутствует счастливых случайностей. Как бы это ни сглазить. Да, конечно, там вот столы, дириганы абсолютно. Да, да, да. Вот. Вот. И вот я случайно вот попала тоже. Тоже пошла к подруге, думаю, что же вот еще одна телевышка или компания, ну-ка зайду-ка я. Ну, в целом, в целом, в целом, вот, если с перерывами там куда-то там, меня где-то носило, знаешь, там, вот, в целом... В декреты в том числе, да? Да, 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 да. В целом, я 8 лет проработала на Ирписе, только здесь. Ну, это все-таки, это большой срок, достаточно большой срок. Ты знаешь, я считаю, что это целая жизнь. Это целая жизнь. Потому что для меня это... И вот тогда вот, в те моменты, когда вот я работала на телевизоре, это вот первый человек, это был мой папа, который оценил эту работу. Он так гордился. Для него неважно было уже там, я пою-не пою. Для него вообще... Ваймаутова я, а не Ваймаутова. Все, для него все забылось. Просто для него было важно, что вот она его дочь. Вот она сидит и всем вещает новости. Ну, и здорово, ведь это же отлично, и это круто, когда родители гордятся своими детьми. Да, да, я очень. А так вот, мама, которая все-таки в Актугайском районе, все-таки она на сцене, ее тоже, кстати, показывали по телевизору, ты говоришь, но как-то у вас все это сплетено в семье. Я сегодня, бывает, на руку пришла с работы. Я думаю, дай, мамочка, я тебе спою. Ты знаешь, такого редко не бывает. Бывает. Потому что я и наговорюсь, и напоюсь на работе, да? Да. Не до песен дома. Если посвятить маме, то что? Ты прямо сейчас хочешь, чтобы я спела? Ну, конечно. Рассказывай, что очень хорошо. Мы хотим тебя еще и послушать. Ну, помнишь? Я не знаю. Слуху, наверное, у всех. О нашем песне. Ну, конечно. У Нербаева. Куда смотреть? Куда маме посвящать? Нет, я реально хочу для нее спеть. Вот, пусть камера, пожалуйста. Потому что после смерти папы, это единственный человек мой, который, это, наверное, мой тыл, прям вот надежный для меня, для моей дочери. Тот человек, я ее люблю, обожаю. Ну, песня. Ну, песню. Песня. 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 Восемь лет в целом, да. Вот и ушли. Ты, и вот ведь певческая деятельность, да, у тебя, она и продолжилась. Ресторанная певица. Вот, все. Поем, 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 поем. Но потом в какой-то момент, ведь, происходит перелом, и Нергуля села и думает, а вот, ну, не навсегда, ведь. Вот, да, дело в том, что я буквально вот, вот, когда уходила вот уже вот в свою нишу сейчас, которую я нашла, я до этого, оказывается, тем не поверишь, я, оказывается, 27 лет пропела в кабаках. Вот, начиная вот с той поры, допустим, как вот устроилась на телевидении, вот, было хобби, допустим, вечером петь в ресторане. То есть, певческая... И ты решила по прощальной гастрольной туры по кабакам устроить? Нет, нет, я, опять же таки, просто я попробовала, ну, думаю, в тексте попробую себя, как, уже проработав на телевидении, разговаривая свободно на казахском, на русском. Я не скажу, что у меня прям такой вот литературный такой вот язык, там, что я там могу сейчас там процитировать, допустим, слова назидания, там, какие-то, да, абая. Нет, я думаю, ну-ка, да, я к себе просто попробую. Хотя вот начну с тех вечеринок, попробую провести вот именно родственников, там, друзей. Ты знаешь, как сказать, первое время я не могла себя вот как-то, где-то контроля нету по времени, где-то вот что-то вот не могу там где-то... Да, а людям выпить надо, а она там несет, да, то есть нужно вот это все вот, это ведь тоже огромная работа и огромный труд. Понять, когда человека завести, там, я не знаю, увести, сделать так, чтобы он не напился, там, ну, к примеру. Или не напелся. Или не напелся. Потому что много встречается, когда там тост, потом песни, еще одну песню, еще одну песню, знаешь. Да, там потом какого-то дядю забыли из подставки, вынесли, это все время, да? Ну, в общем, нюансы всякие, конечно. На родственниках попробовали, да? Да, попробовала вначале с родственниками. Знаешь, получилось. То есть, когда еще тебе дают хорошо, наверное, с родственников начинать, потому что они тебе дают стимул, какой-то толчок. Ну, когда любой родственник что скажет? Он, ну, Ругуль, так, хорошо. Да, говорят, хорошо, все, и ты воодушевляешься, все, и, значит, у меня получается. И, соответственно, кто-то находится, который говорит, а вот тут вот надо бы вот... Может быть, кто-то чужое не сказал бы это. А родственник тебе скажет, скажет, вот здесь вот немножечко это вот, вот этого не хватает. Потому что у меня, я не знаю, как у других, но у меня такие родственники, которые могут откровенно тебе сказать, что у тебя получается, что не получается, вот такого плана. Вот, в общем, они тебя как карандаш подточили уже вот до того, чтобы ты вышла куда-то вот уже. И друзья у меня, соответственно, вот они тоже могут сказать, ну, так, по-свойски, ну, нурка, все было хорошо, но вот тут-то вот... Нурка, да? Да. Хорошая. Еще нурка-то в итоге прислушалась ко всем, да? Я такой человек. Если мне... критикуют меня, я спокойно к этому отношусь. То есть, допустим, даже сейчас что? То есть выставила пост, да, и там тебе комменты пошли, да, и, соответственно, я думаю, что и с этой передачи пойдут какие-то комменты, да? Поэтому я к этому нормально отношусь, если... я считаю, что на этом надо учиться, то есть уметь воспринимать критику. Это, мне кажется, это самое лучшее, что сейчас может сделать для себя люди. Да, иначе это называется... остальное называется звездная болезнь, по-моему, если мы не воспринимаем критику. По-моему, так, да. И уже на сегодняшний день ты абсолютно сформированная, отточенная. Не скажу, не скажу. До того предела нет все-таки, который ты себе представляешь в ведущий праздник? Нет, нет. До сих пор учимся? Учусь. И я думаю, что я буду учиться, потому что... Как ты считаешь, в чем твоя индивидуальность? Вот все равно же хочется быть не похожей на того, на ту, на пятую, на десятую. Что-то свое вносишь вот в эти все мероприятия? С чего начинаешь? Если же ты сама говоришь, то я волнуюсь в самом начале. Я очень волнуюсь. Просто, наверное, вот мы все разные ведущие. Вот у нас много в городе хороших ведущих, да. И если меня вот включают в этот костяк, скажем, тех ведущих хороших, да, то, конечно, мне это лестно, мне это нравится. Но я все равно учусь, и у них учусь, и езжу на мастер-классы, допустим, ведущих. Да, у нас и такое есть. Вот, допустим, вот в скором времени будет у нас мастер-класс. И езжу на мастер-класс, чтобы именно учиться. Усовершенствовать свое венецство. А сколько оно прибыльное? У тебя есть еще основная работа, это клуб ветеранов «За Мондаст». Все мы прекрасно знаем, и большим делом ты там занимаешься развлекать тоже, да, и организовать доступ к пенсионерам. Ну, как бы скажем, они себя развлекают. Я работаю вот в клубе ветеранов «За Мондаст». У нас очень много приходит пенсионеров, которые вот именно вот сейчас не могут себя найти. Сидеть дома. Тем более вот сейчас, понимаешь, вот эти два года вообще наших вот именно возрастных людей очень, конечно, добило тем, что нужно сидеть дома. Это вот... Ну, сейчас выдохнули, да, уже? Сейчас немножко выдыхают, да, приходят уже. Я скажу, они сами себя развлекают. А ты зачем там? Я их направляю, допустим. Я там как специалист, я им говорю, вот спрашиваю у них там, допустим. Приходит, допустим, человек и говорит, вот не знаю, сижу дома, что мне делать? А что вы хотите? Психолог у меня работает там, да? Ну, практически. А ты говоришь, ну, сижу я дома, интересный тоже вопрос. Что мне делать? Ты говоришь. Ну, я спрашиваю, что вас интересует, допустим? Вы играете в шахматы, а вы хотите в спортзал ходить, а вы хотите там в бассейн ходить, а вы там, допустим, бабушка пришла, а вы хотите вязать, научиться там, петь, танцевать. Да, да, у нас все это вот. Ну, а захотела она научиться вязать, и ты ее должна... И, соответственно, я включаю в ее группу, где у нас группа рукоделия. А, ну, интересная у тебя работа, по идее. Доход от этой работы. Ну, это обычная зарплата. Обычная заработная плата. То, что и для души, и всегда должна быть красивенькая. Ведь тоже мы любим с вами, если им нравится, да, а на праздник ведущая не придет, как проснулась. Конечно. Там. Насколько ты себя оцениваешь? Вот именно в этой сфере, в творческой, да? Я там, правда, я говорю, я вначале волнуюсь, а потом я расправляю. Я про деньги спрашиваю. А, про деньги, но ты про мои внутренние ощущения. Зарабатываешь-то хорошо. Ну, я скажу, что нам с дочерью... Хватает? Хватает, но денег всегда не хватает. Тем более сейчас у меня дочь учится, и студенткой стала. Ну, не хочет Нургуль Байтокина говорить. Да, да, да. Сколько она зарабатывает, да? Хотя можно было бы сразу объявить ценник, и люди бы знали, за сколько можно пригласить ведущих. Все по-разному, Тим. А вот знаешь, вот песни там тоже ведь ты исполняешь на вечерах? Естественно. Вот ты сейчас спросил про изюминку мою, да? Наверное, изюминка, наверное, в том, что я еще и пою. То есть я, помимо того, что я веду, я пою, и, ну, наверное, вкупе это получается. Да, и оно все одно за другим. Вот давайте фрагмент посмотрим. Маленький кусочек, потому что, ну, чужое же мероприятие. Ну, здорово. И ответственный фронт, это ж надо ублажить каждого, да? Потому что они, вот они на тебя как раз таки и смотрят. И мы уже выше сказали, что и следить за тем, чтобы все было вовремя, и чтобы ничего лишнего. Народные песни, в том числе русские, ведь ты их обожаешь? Я очень люблю, знаешь, я когда веду, я на русском веду мероприятие, особенно обожаю вести возрастные мероприятия. Там уже можно отрываться. И вместе песни, да? Конечно, все тут у тебя там прет, то есть, как бы, мне нравится восприятие людей, когда ты начинаешь петь старые песни, все, они сами уже. Тебе не надо там петь, просто направлять. И все, да, и они там все подпевают. Старые, они там, да, и клево. Да, все, вообще это клево, вообще замечательно. Ну и что вот сейчас на память, если придет, давай еще какой-нибудь кусочек исполним. И опять же, сто процентов у нас есть и эта аудитория возле телевизоров, ну давай порадуем. Ну, мои, наверное, пенсионеры есть, точно. Так. Ну, нравится им очень песня. Сейчас вытяну, не вытяну. Белым снегом, белым снегом, ночь метельная ту стежку замела, По которой, по которой, я с тобой, родимый, рядышком прошла. Ура, ура, ура. Плачут? Нет, бывает такое? Ну, ты на меня так смотришь, и у меня в целом глаза чуть-чуть не заблестели. И ты так же передаешь эту эмоцию. То есть, видите, оно же может нахлонить воспоминания, если люди... Ну, бывает, что плачут, особенно, когда я говорю, вот у самой, вот у меня сейчас голос задрожал, когда я про папу говорю особенно. Вот, бывает, у меня у самой, вот, то есть, когда я пою песни про папу, я, честно, я вот не могу ей песни. Ну, Нургуль сразу же, в том, что сейд-беседом не сказала, что, ну, пожалуйста, вот только произведение, чтобы не касались тематики отцов. И вот мы это все и опустили сегодня. А вот смотри, вот у тебя в ленте, да и, в принципе, где-то вот встречаются фотографии, по-моему, ну, пригласили там на день рождения, там, ну, какой-то вечер, что-то еще, и с тобой обязательно фотографируются. Ну, фотографируйтесь с родственниками, в конце концов. Это как знак благодарности, да, в стыке, как вот мы пригласили, ты знаешь, здесь огромную роль сыграл Ирбис. Вот, то есть, когда я начала, вот, то есть, уже, ну, то есть, не начала, не начала. А что, вот, ведущая можно прикоснуться, да? Ведущая одно, вот, то есть, как бы, когда я вот даже в ресторане пела, допустим, я спела песню на сцене, там, все, и начинается, «А, вы же на Ирбисе работаете, а можно с вами сфотографироваться?» Ну, все, обезьяна попала, разумеется, понимаешь? А, деньги не бралник, да? Нет, конечно. Тебе тоже почему-то, а? Вот, а сейчас, как с ведущей, по сей день, конечно, особенно, знаешь, вот почему-то запомнилась моя фамилия людям. Вот, когда я говорю... Ну, хорошая фамилия. Ну, замечательно. Байтокина. Замечательно. Байтокина. Я ее поэтому и не меняю. Вот, и знаешь, вот, когда вот я говорю, с вами была роль Байтокина, «А, да, там, знаешь, вот что-то вот там на слуху, или кто-то узнает, говорит, а вот вы же на Ирбисе работали». Слышу голос из прекрасного дали. Да, 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 да. Вот, и есть чувство благодарности, конечно. Ну, и здорово, и здорово, потому что благодарность публике, зрителям, это, наверное, самое большое и великое, что есть. Дочь, твоя замечательная, которая к творчеству певческому, актерскому вообще никак сказала, «Мама, ты очень хороший человек, занимайся сама этим всем, да? Рисует она хорошо что-то вот, все-таки вот здесь проблескивается». А дизайнером по интерьеру она вот надумала стать, с чего вдруг, как мама здесь, отговаривала, нет? Да, ты знаешь, в принципе, в детстве она пела. Может быть, так же сказала, что «Я думала, ты не поступишь, а ты поступила». Как у вас так? Нет, у нас как-то вот более свободно так. То есть, как сказать, в детстве она со мной пела. У нас даже есть, мы с ней выступали на сцене вместе, и родственников там на банкетах пели вдвоем. А уже когда вот в классе, наверное, в пятом, шестом, она сказала, мама, все, я петь не хочу. То есть, как бы все, и не заставляй. И ты не стала? Я не стала за ее заставлять, абсолютно. Было так смешно, когда она очень маленькая была. Ну, все же, наверное, спрашивают у своих детей, кем ты будешь там, кем ты станешь, когда ты вырастишь. Я помню, она совсем маленькая еще была, годика, наверное, два. И она ни с того ни с чего говорит. Ну, я так по-казахски скажу. Минчелкашева, то есть у нее там, я как представила, у нее табун лошадей, блин, она там на коне, знаешь, вот это. Ну, нет, ну, что, как Тога ее там занят. Нет, ну, она Ахтога это вообще редко как бы видит. Вот, ну, я так, откуда она взялась? Ну, ребенок откуда взялась? Абсолютно городской ребенок. И в итоге что-то, ну, просто как детское же что-то. Детское что-то было. И я потом, вот, меня просто заинтересовало, и время от времени у нее прям менялось. Я у нее спрашиваю, там, кем ты станешь? Я, наверное, в какое-то время учителем сказал бы, потом в какое-то время там актрисой, там, артисткой хотела быть. Это вообще в маленьком возрасте, в классе третьем, наверное, в четвертом. А уже с класса пятого, шестого она уже, она уже, видимо, начала вот рисовать вот это вот все. И вот она вот говорит, мам, я хочу вот, тогда еще вот именно понятия дизайнера у нее не было. Она сказала, я вот хочу рисовать, вот чтобы одежду рисовать, чтобы я, мама, тебе такие красивые платья нарисую, ты будешь там, будешь на сцене, там, то есть на этих мероприятиях, там, в этих платьях. Ну, ты поняла, что тяга туда, да, и прерывать этот творческий порыв-то никаким уже не стало. Абсолютно, абсолютно. И вот когда она вот, закончив вот 9 классов, сказала, мам, я хочу пойти на дизайнера. Дочью я только была. И она поступила? Ну, в ИНЭ, в ИШИК колледж, именно получилось, что бюджетного там нету. На платной основе, да? На платной основе. То есть маме банкеты нужно проводить чаще теперь, да? Конечно, да. И выкладываться в клубе «За мандат» тоже там на 100%. Ну, для этого мы, наверное, все-таки есть родители, да, и мы же обожаем, а ты просто благотворишь свою доченьку. Поэтому, дай бог, что у нее и получится. И вот напоследок, песня может быть, вот идет праздник, да, для того, чтобы, я не знаю, разогреть публику или в промежутке. Есть ли что-то такое ключевое, чтобы вот сейчас, опять же, зрители твои же, гости твоего праздника, скажем так, да, узнали, да, она вот это вот использует? В качестве приема такого? Скажем, даже не прием, а очень обожаю свои мероприятия в качестве, вот у нас есть той бастар мы делаем, да, вот на казахских мероприятиях. Это вот как бы начало вечера, допустим. И я прям вот люблю с этой песни открывать свои мероприятия. Почему? Потому что именно в этой песне смысл очень хороший. Вот, и, наверное, скорее всего для меня, но воспринимается эта песня очень хорошо. То есть именно песня о том, чтобы люди мечтали, чтобы мечты всегда сбывались. Как говорят там, человек без мечты, это просто, уже можно просто не жить дальше, понимаешь? И с тем пожеланием, чтобы у всех мечты сбывались, я всегда начинаю свое мероприятие с песни «Арман Соскунамболмайта». Очень замечательная песня, она сейчас у всех, наверное, у нас будет. Аура, мы сейчас будем послушать. У нас программа заканчивается, а праздник только начинается. Так, 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 так. «Арман Соскунамболмайта» Наргуль Байтолкина была у нас сегодня ведущая. Для меня ты остаешься ведущей во всех смыслах слова. Хорошей близкой подругой, человеком открытым. Я и вся наша творческая группа желаю тебе, твоим близким здоровья, удачи. Я не знаю, всего самого-самого-самого, пусть побольше будет работы, потому что она нас утешает. А если на свободное время выделяется, мы бы думали, что бы тебе подарить. Вот такой кофейный набор. Я думаю, все-таки нужно почаще находиться с близкими и за чашкой кофе проводить. Спасибо большое. Хороший теперь уже холодный вечер. Друзья, будем пить кофеек. Спасибо большое. Тебе доброй ночи и удачи во всем. Спасибо большое. Спасибо всем. И на сегодня это все. С вами был Тимофей Горев. И спокойной вам ночи. Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин